всем привет у нас сегодня разговор про питончик это второй курс из цикла питоновского который я веду на факультете математики кибернетики вот этот курс является спецкурсом для всех желающих и кафедральным курсом а тут надо надо нажать на кнопочку и кафедральным курсом кафедральным курсом кафедра свк так как то так то должно выглядеть пожалуйста давай давайте обратную связь есть что-то опять со звуком учет не то судя по тому что пожелание успеха вместо обратной связи значит все полови в порядке вот и у нас собственно говоря в этом семестре питончик как язык скорее всего практически не встретится я имею ввиду как изучение самого языка потому что курс называется разработка приложения совместная разработка приложений на python и в общем слово совместное слово разработка на части слова приложение здесь важнее вот что планируется на этом курсе давайте что ли посмотрим на какую-нибудь аннотацию нет аннотация мутная а вот давайте посмотрим на план все проще значит у нас планируется не так много лекций потому что майские праздники во-первых майские праздники все сносит а во-вторых в культете так повелось что четвертые шестые курсы у них чуть ли не в апреле все заканчивается поэтому мы тоже заканчиваем как видите в апреле есть еще одна бонусная лекция в мае вот коту по которой видимо не будет домашек она такая ну для всех для всех кому интересно за эти 12 раз мы должны вообще говоря научиться довольно многому потому что отчетом по данному спецкурсу то есть то за что мы получаем оценки является маленький совместный проектик то есть разработка совместная разработка приложений на питон вот которая должна обладать достаточно различными свойствами значит эти свойства пока до конца не сформулированы но вы можете посмотреть аналогичную ссылку на прошлогоднем курсе вот вот увидите что там должно быть и это что касаемо требования к приложению как тому что вы сделали да там должны быть применены некоторые вот эти инструменты собственно 4 5 5 инструментов однако перед тем как собственно изучать всякие инструменты разработки на питоне очень недурно бы поизучать инструмент совместной разработки какой-нибудь который называется я выбрал естественно силу близости моей специфики выбрал в качестве инструмент совместной разработки гид вот и вот его то мы будем изучать всю первую половину семестр параллельно что-нибудь пиша на питоне ну разве что сегодня ничего писать на питоне не будем следующий раз уже будет вот так что наша сегодняшняя тема и это бла-бла про питон некоторые важные ну или скажем так принципиально для дальнейшего разговора вот и практика прогиб причем такая практика и серии нажмите так то нажмите сяк ты видите а ну как как здорово она работает сначала значит бла-бла про питон возможно я это говорил в прошлом семестре уже и это точно говорил год назад питон в силу многих своих специфик язык очень подходящий для открытой разработки ну понятное дело главный специфик в том что он интерпретатор и даже байт-код питоновский превращается обратно в исходный текст в общем достаточно легко с помощью простейшего дизассемблера который входит стасов состав само питон а есть и более мощные дизассембляторы которые делают все очень красиво вот и по этой причине делать закрытый код на питоне в общем довольно бессмысленно он сам собой становится открытым если только вы не представите каждому пользователю такого закрытого кода по часовому с ружьем и приказом стрелять в случае значит подглядывания вот но в действительности сама фактура сама структура разработки программ на питоне и самого питона изначально потому что так было устроено так было устроено самим автором исходным автором питона гене ван росумом изначально как раз подходит именно для открытой разработки мы сейчас про это чуть-чуть поговорим не слишком много потому что большую часть того что я буду говорить те кто не в теме придут вам придется принять на веру а те кто в теме видимо и так уже в те и тем не менее сам питон сам питон распространяется под свободной лицензии вот статья про свободное лицензирование на википедии русская вполне приличная мы ее вычитывали в частности я тоже вот это столман руками машет вот если мне не изменяет память лицензия питон на питон она не просто свободная она примиссивная то есть позволяет всевозможные шашни с давайте мы зайдем на сайт питона давай давай зайдем на сайт питона и почитаем его лицензии не вижу слова лицензии давайте подчим слова лицензии раньше уведомление о том что питон распространяется под свободной лицензии было прямо на самом на самом титульной странице потому что это была главная фича о которой мы сегодня говорим а теперь это настолько повсеместная штука что еще надо поискать вообще взял эту лицензию может все таки в документации а вот лиценз нашел вот отлично у нас psf лиценз вот она состоит из восьми пунктов частично частично то что распространяется вместе с питом распространяется под немножко другими лицензиями например что-то просто страниц лицензии биопен я уже забыл что вот но вот основная лицензия питона и пунктов в нее все 8 если посмотреть она разрешает вообще все вот делать с исходным кодом она не не позволяет зубы злоту злоупотреблять самой лицензии что-то с ней делать самой ну и бог бы с ним вот но в общем как и было сказано вполне себе такая нормальная примиссивная лицензия сейчас всегда посмотрим вот примиссивная она или к пыльной что-то я запутался если честно а нет да она такие она таки копилефтная да получается ну ладно в общем этот вопрос я еще выясню но вот судя по пункту 2 лицензия копилефтная идея в том что а это если вы сам питон меняете все нормально все в общем свободная лицензия бог бы с ним главное что вам она не мешает ничего делать на питоне просто абсолютно в никак и тем самым кстати вот эта ссылка на псф лицензии а я искал не мешает абсолютно никак разрабатывать все так значит дальнейшие разговоры про то что это не просто открывает возможность а делает наиболее удобным способом открыть способ разработки я опускаю вот скажу только что у открытой разработки есть несколько важных пунктов особенных которые ее делают в общем эффективным инструментом там где вообще открытая разработка возможно и применим более эффективным чем что бы то ни было во первых поскольку у нас то что называется произвольная мотивация то есть люди которые нам помогают в нашей открытой разработке делают это потому что им самим это по какой-то причине надо то есть они могут хотеть стать самыми лучшими программистами в мире они могут чувствовать что вносит свой вклад в работу комьюнити они могут получать за это деньги причем как от какого-то работодателя который чего-то им такое поручил так и просто фрилансом ну и так дальше и так дальше и так далее в конце концов они могут делать just for fun вот и поскольку мотивация произвольная объем вклада который вы ожидаете от члена сообщества тоже совершенно произвольный может быть большой может быть маленький и это означает что практически в открытой разработке может принять часть вообще любой совсем любой и тот который написал две строки и даже девочка который если вы помните добавила пробелы вокруг букв фитера линукс был такой патч пробел она добавила к букве в комментарии в ядре линукс пятилетняя девочка чтобы все буквы были снова will be happy again ну вот это конечно казус но идея примерно такая свой посильный вклад может внести как вот во вторых в свободных сообществах это довольно важно для тем питона кстати очень четко выстроена иерархия ну или наоборот а четко поддерживается ее отсутствие если не сообщество так устроено но обычно выстроена иерархия авторитетов причем этот авторитет зависит исключительно от профессиональных качеств исключительно от того как поле насколько полезно ты выступаешь по отношению к сообществу вот поскольку как правило в сообществах дополнительных отношений там бизнес отношений жестких не присутствует а если присутствуют, они играют не главную роль то ситуация человек занялся другим и перестал много вносить в общее дело она воспринимается спасибо чувак, ты славно поработал нам без тебя будет скучно и мы найдем кого-нибудь еще или сами там научимся никаких принуждений ничего такого еще одно важное свойство что свободные программы у них их распространение это не способ непосредственного заработка потому что обычно копию не продают вы в принципе можете изловчиться и продавать копии свободных программ, так в общем делается это не вопрос, но это не основной способ заработка и поэтому на самом деле распространение свободной программы это скорее ее такой маркетинг чем она лучше распространяется чем больше народу имеют к ней доступ тем больше народу возможно захотят принять участие в разработке ну и так дальше вот бонусы от свободного распространения превышают в данном случае случае открытой разработки бонусы от распространения копий за деньги вот в этой ситуации почему собственно я затеял все это весь этот разговор в этой ситуации особенно важным становится организация совместной разработки вот этих произвольно мотивированных неизвестных где находящихся время от времени появляющихся в комьюнити и обладающих различными скиллами по части программирования вообще всего даже по части социального взаимодействия так вот в этой ситуации становится особенно важная организация совместная работа вот всех этих людей у которых еще и в общем нету одного конкретного начальника если есть он ну в первую очередь авторитет а не начальник вот ну естественно естественно основой для такого совместного взаимодействия обычно является хорошо хорошо развито информационное пространство вы его только что видели мы увидели весь предыдущий семестр это документация по самому питону и как мы узнаем вот увидим посмотрим в этом семестре всякие информ ресурсы связанные с это ними модули вот сам питон разрабатывается как я уже сказал открытым способом то есть там занимается этим комьюнити но в этом комьюнити существует достаточно прилично развитая и четко выделенная иерархия вплоть до восемнадцатого что ли года у нас был так называемый восемнадцатого так называемый бенвалент как-то по-русски недобровольный благонамеренный диктатор вот бдфл по жизни благонамерный диктатор и звали его гвид вон росом собственно автор самого питона надо сказать что свободное сообщество у которых по голове стоит пожизненный диктатор это довольно нормальная как это не смешно довольно нормальное состояние дел потому что часто бывает так что человек вот полностью посвящен свои идеи и других таких людей в общем вокруг него нету да и он чисто автоматически просто в силу принципов динамической профессиональной иерархии оказывал постоянно оказывается на вершине этого самого иерархической пирамиды просто потому что он делает больше всех и качественнее всех вот его пожизненность она очень просто объясняется что чем человек больше занимается короче положительная обратная связь чем человек больше занимается этим самым дел тем круче он в нем разбирается чем больше он может им заниматься понятное дело что люди в конце концов выходит на пенсию что собственно грида и сделал вот и сделано ты именно тогда когда выяснилось что в сообществе есть люди которые могут решение принимать ответственно и делать непростые выборы без участия гвида и более того в какой-то момент выяснить что участие гвида и не нужно для этого поводом для раздоров послужил оператор маржа волос оперейтер это операция присваивания аналогичная операция присвоения все вот которую жевали что такое лет пять наверно и в конце концов приняли гвида сказал что он ее принял то есть диктатор тот человек за кого-то за которым последнее слово приняло решение что да давайте это в синтакс введем но нет люди сказали мы не будем он сказал ну хорошо я понял ребят смотрите без обид вы как бы ваша аргументация мне понятно и мне также понятно что вам больше не нужен диктатор вы и сами уже большой большие подумали подумали и решили что все-таки они примут этот самый волос операция в качестве синтакс питона но гвида уже как это забежал за угол и оттуда подглядывал в это время он разумеется является одним из участников вот этого семерки что ли которую управляют но это я к тому что принцип диаметической иерархии работает сам собой если конечно сообщество не больное как бы сказать в нем хорошо работают информационные связи и так далее тут еще есть ссылка на такую штуку которая называется пепы вот она немножко в стороне лежит от нашего разговора вот пепы это поэтому их ансмин проползал развитие языка программирования самого языка а также инфраструктура вокруг него происходит в питоне следующим образом любой человек может взять и написать такой пев в котором сказать ребят я придумал для питона вот такую штуку она решает вот такие проблемы вот пример ее реализации вот пример как бы как без нее тяжело живется вот вот объяснение почему я эти проблемы решаю именно таким способом давайте по интерес почитаем вот этот самый пеп про волос оператор ну вот до 8 572 пеп тот самый assignment expressions смотрите кстати не пять лет до а это пост history а когда же его начали то не написано в общем довольно долго его желание вот вот его как бы структура описание проблемы рационализация в частности в рационализации указано почему код без операции присваивания плохое операции присваивания хороший предложение по по синтаксу и как этот синтаксис разворачивается вот возможные ситуации когда этот синтаксис неудобный ну вот например такая типичная хохма у нас тут в чатике была вот эта хохма там есть ссылочка на большую список хохм в питоне вот вот значит это одна из них дальше идет обсуждение долго и долго ну там что примеры почему хорошо почему плохо вот и в конце концов вот они обсуждались обсуждались в конце концов его приняли где-то они его приняли вот нет это уже аппендикс ну в общем вот примерно так все это устроено вот список список предыдущих предложений которые были отвергнуты на эту тему вот список возражений на которых есть контр возражение в общем в общем в общем в общем много всего интересного после того как все эти обсуждения пройдут прибегает гвида этот был до 2018 года говорит окей я согласен вперед или горит мне мужики и вы тут ломаете синтаксис я не согласен так никто не делает всем до свидания вот понятное дело что гвиды не это говорит не просто так вынимая из головы а как комьюнити менеджер если он видит что полностью комьюнити окончательно как бы споры утихли и все уже согласились он конечно тоже соглашается если у него нет только каких-то адовых соображений против так был до 18 года теперь им занимается некоторый стивен комитет рулевой комитет управляющий ну в общем гвиды в него хоть там еще всякие другие люди вот тот же тим петерс который участвовал в этом волос-операторе вот пепы этих пеп в общем сотни если не тысячи в питоне вот то есть ну вот пеп индекс давайте посмотрим пеп ноль сколько их всего в общем их много да есть довольно строгая классификация какого именно рода проползал вы значит выдвигаете продолжим теперь относительно приложений на питоне потому что мы с вами будем приложение писать мы уже знаем из прошлого семестра что питон состоит из некоторого количества включенного в дистрибутив питона пакетов вот где они тут у нас модуль который называется модуль ну вы помните что модуль отличается от пакетами от пакетов только объемом до модуль это файлы питоне а пакет от каталог с файлами питом так вот люди стараются в этот список ничего не лишнего не задвигать тут есть довольно много лекси как это говорю с прошлым году в прошлом семестре да ну вот вот это например там типичный пример это поддержка звуковых файлов формате аев который там по моему в прошлом тысячелетии уже перестали что вот но в силу совместимости это лекси никуда не девается а вот но вы обычно сюда не добавляют в редких случаях появляется какой-то новый модуля для этого нужно очень сильно постараться и в том пепе который его вводит очень сильно заагитировать за вот по большей части пакеты для питона собираются на вот таком портале который называется пупи пафин так и индекс и и и и и индекс вот и с этим пупы есть трюк который я проделываю каждый раз когда читаю на эту тему лекции я вчера писал план лекции и вчера этих пакетов было триста пятьдесят пять тысяч восемьсот сорок две штуки на пупи это было вчера сегодня их уже триста пятьдесят тысяч семьсот десять а и стало меньше ахаха смешно некоторые пакеты по удаляли по удалялись очень смешно а 355 355 да смотрите несколько сотен пакетов по полторы сотен пакетов удалили очень смешно трюк не сработал ну и ладно вот файлов правда стало больше был 215 и стал 217 тысяч интересно почему 355 842 355 710 видимо видимо произошла чистка по удаляли значит лишние пакеты вот но как минимум трюк годовой давности проходит на ура значит вчера этих самых пакетов было 355 тысяч а год назад их был двести восемьдесят восемь тысяч то есть прирост ну в общем на несколько десятков тысяч в год вот а например количество там не знаю ну да вот вот примерно понятное дело что большую часть этих пакетов например те которые выкинули за вчера это ненужный трэш какой-нибудь студенческий проект один раз завел никогда не поддерживал или один раз завел в каком-нибудь двух тысяч десятом году он переехал когда мы дефицит модем модернизировался этот самый пупи и как бы с тех пор его никто не трог вот но это 355 тысяч свободных программных продуктов под свободными лицензиями потому что под несвободными лицензиями там буквально несколько сотен сотен проектов штук вот из этих сотен тысяч вот который вы можете использовать по всем 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 возможным направлением если сказать броуз и просто посмотреть топики то глазки разбегать я даже перечислять от него из них большая часть для питона 3 потому что питон 2 уже не существует больше года как вот а то и 2 я забыл да и в общем что на нем писать если можно писать на питоне 3 который развивается и у всех у них как мы будем в конце этого семестр изучать унифицированный интерфейс публикации установки и всего остального то есть это все у вас под руками если вы хотите что-то поставить на питон вы просто ищите вот там надо пупы нужный пакет оставить его все вот это правда это будет не сегодня провоцирует наверное в следующий раз повод провоцирует довольно своеобразное поведение современного программист если современному программисту нужно писать приложение первое что он делает он даже не садится писать его архитектуру этого приложения даже не садится писать этот самый модель первое что он делает начинает яростно гуглить в данном случае шарится папы на предмет того а какие задачи из тех что он должен решать своим приложением уже решены и как то есть любое мало-мальски не нулевое любая мало-мальски не нулевая разработка на самом деле должна начинаться с ресерча сначала вы смотрите какие задачи уже решены а потом разбираетесь на предмет того как вот из имеющих инструментов сложить ваше решение из этих кубиков вот и вот эти самые кубики то есть пупы по-другому как бы можно только вот тут в чатике упоминается дури селл тенденция она же но нот инвентит хоум только из этих соображений можно делать все делать ручками самого просто потому что если вы допустим взяли для решения своей задачи открытый проект который решает под задачу и он ее решает ну не ахти и вы его поправили и ваше исправление внесены в обстрим и в этот проект улучшили то честь вам и хвала потому что до вашего прихода проект умел там 60 процентов а после ваших прихода 70 процентов нужны вам задачи а если вы вместо этого написали ручками какую-то поделку который эти 10 процентов делает сама ну вот и живите с этим 10 процент такая вот история да и напоминаю все это возможно исключительно благодаря открытой разработке понятное дело что заработка под энди и устроен совершенно подруг вот что еще мы с вами будем заглядывать вот в этот документ и это руководство пользователя по установке по созданию питомцкого пакета собственно это и будет одной или даже двумя лекциями в конце семейства вот есть хостинг в который можно совершенно автоматически называется read the docs автоматически публиковать вашу техническую документацию к вашим программным продуктам особенно если они опубликованы на известных порталах свободного по ну не только свободного на известных хостингах систем разработки типа github bitbucket gitlab но на самом деле не только потому что процедура публикации совершенно стандартные и вот случае питона это вообще совершеннейшая сказка вы просто говорите вон там у меня мой питоне модуль сама вынес него документацию сама отформатирую самого публику так что с очень большой вероятностью документации посторонним посторонним модулем будет на этом рид в доксе хостится просто потому что это делается чуть ли не вообще автомат вот историю про пипсёч рассказывать не буду нет больше никакого пипсёч да и значит вот этим пакетированием занимается уже целый комитет отдельный называется пакетинг ауторитет вот можете почитать это довольно интересная работа не связана неспосредственно с программирование такой тусня софтваре архитекторов которые придумывают как за счет экосистему инфраструктуру питаниях вот этих всех модулей сделать еще более удобно вот пока что они ее в общем усложняют но чё поделать язык слишком популярный наработок слишком много без усложнений не к вот что х и что следует из того что я вот вот на это наговорил что тема совместной разработки причем в свободном виде смысле в открытом виде совместно открытой разработки питону не просто не чуждо прямо-таки присуща что вот эти тысячи проектов разрабатываются примерно так реально с публикации исходного кода с со ссылкой на соответствующие гид репозиторий или там не гид вот что весь процесс разработки состоит далеко не только в программировании мы это увидим вот но и собственно наверное все пора переходить собственно гиту а то время нас поджимать тем более что мы не сразу перейдем гиту опять придется погубь немножко бла-бла все всегда вводные лекции наши такие состоят из плавала забудем на минутку про питон и поговорим вот о чем тут внезапно пришел вот очевидно да что если тема не очень интересная для народа народ начинает беседу в чатике друг с другом тут спрашивают кто-нибудь проверяет на вирусом персосные пакеты вас посмотрите было информационка не так давно про сервис который там несколько миллионов что любит сорсных пакетов проверяет на закладку всем остальным вот сейчас это очень очень важная такая тема все спешат вырваться вперед и microsoft со своим гид хабом там значит что-то такое делают и есть у гугла какой-то проект там тысячу самых важных опенсорсных пакетов поиск уязвимостей так дальше и так дальше и так дальше вот поэтому да 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 больше антивирусов богу антивирус все правильно ну вот отвлеклись теперь давайте еще бла-бла пройдет вот вот буквально буквально вот 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 эта вот страничка это то бла-бла который вам предстоит выдержать первое и главное зачем нам вообще нужна система контроля версий что это такое что это за инструмент который а что собственно позволяет делать с точки зрения технической у системы контроля версий особенно у распределенной есть 2 2 как бы больших разреза это техническая сторона и социальная собственно совместная разработка это социальная техническая сторона а вот с точки зрения технической системы контроля версий решает в общем три задачи первое это некоторые api ну и пользовательский интерфейс по хранению исходных кодов вашего проекта фактически файл помойка более того я встречал причем относительно недавно такие отбитые команды разработчиков у которых исходный текст просто лежали в общий файл помойки там была одна такая шар на которой они все бросали и как-то там между собой договаривались вот я не знаю то есть я не проверял что они там употребляли чтобы до этой идеи дойти но вас я такой вид во вторых версионирование объектов из которых состоит ваш код то есть вот у вас есть сто пятьсот файлов вы поменяли 3 и должен быть инструмент который покажет вам что поменялось три конкретно этих файлов вот были они версии такой стали версии такой очень старые античные систему контроль версии типа rcs они прям имели зашиты кого по понятия версии файла в себе и эти версии файл указывались в комментарии в начале файл и каждый раз когда вы его редактируете версия обновлялась такая вот интересная штука потом выяснилось что собственно версия номер файла но номер как это номер реинкарнации файла до количество внесенных в него изменений никого не интересует ну допустим вы редактируете файл версии который равна там сто пятьсот и теперь эта версия равна сто пятьсот один потому что его его один раз отредактировать вот эти вот чиселки не говорят ничего а что говорит а говорит собственно история всех изменений про дерму про который вы поддерживаете проделали над вашим корпусом кода и граф этих самых изменений и какой файл получился из какого файла когда ну и значит к чему это привело вот граф этот ориентированный кажется вот такой вот орграф с с циклами с неориентированными циклами называется сети вот и ориентация по этой сети модификация этой сети и удобное использование этой сети а в узлах этой сети лежат файлы которые вы разрабатываете и есть собственно основная задача система контроля версии вот мы с вами со всем этим будем работать и даже немножко повтыкаем в эту самую сеть собственно история того что такое система распределена система контроля версии в цс очень просто почитать в википедии опять-таки не самый плохой текст в википедии вот в этом плане вполне себе нормальная вот однако стоит довольно аккуратно относиться вот к этой терминологии потому что как мы сегодня увидим она в зависимости от подхода к самой разработке может меняться сама терминология это важно вот но еще раз повторяю вот статья на википедии хороший пример и просто надо почитать как бы слишком слишком плохого там не напишут как уже было сказано один из самых античных один из самых античных инструментов является rcs 1990 1982 год вот его основной основная задача была версионирование и только версионирование чтобы не перепутать файлы которые называются одинаково но в них разные версии вот такая вот значит штука довольно быстро выяснилось что помимо версионирования нужно еще и хранение вот и вот это очень заслуженный и мощный был проект он назывался цвс конкурент вершинс систем и слога конкурент как раз означает что это некое централизованное хранилище куда можно одновременно несколько людей могут комитете могут помещать свои варианты одного и того же проект исходного текста вот ну и с помощью некоторой дисциплины вот эту совместную работу координировать вот централизованное хранилище версионирование и значит отчасти история ну конечно же как без истории в силу своего еще более античного происхождения обратите внимание 1982 год еще раньше просто он дольше развивалась накопилось много легаси в цвы а это рцс сейчас стойте все-таки она менее античная я я вас обманул сейчас 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 где же это было я зову меня нет кнопочки здесь вернуться ладно должна быть кнопочка вот такая за открыть поставить закрытую вкладку все таки 90-ый год я вас обманулся нормально история шла в правильном пути а я не задом наперед цвс это 90-ый год понятное дело когда начались интернет и тогда начались собственно и ну массовый интернет тогда и началась потребность в централизованных хранилищ вот значит у цвс было много всякого легаси неприятного и взамен его пришла система с обвешен который собственно позиционировалась как цвс на стероидах вот где-то должно быть прямо написано слово цвс на стеро да да вот она которая функционирует чуть ли не не последние д д д д д до сей поры как довольно успешно централизованная система контроля версий вот все бы ничего но для открытой разработки централизованной модели в общем не подходит мы сейчас про это поговорим немножко чуть-чуть а дальше началось выяснилось что логика такого рода разработки довольно простая и вот такие централизованные системы контроля версий начали расти как грибы значит вот 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 тут из них добрая половина как раз не распределенный так что да в качестве интересного примера хочу привести значит такой one man project проект который делает один человек это одновременно одновременно система контроля версии система проектного менеджмента веб-интерфейс что там еще баг-трекинг вики почта чат технические заметки все в одном флаконе и она работает им люди пользуются не только автор вот и тут даже есть некая полемика полемика почему надо использовать этот фоссел вот они гид кстати надеюсь не полемика ну короче ва да я к тому что этого много почему значит как устроен цикл работы да значит такой бризе vcs я даже не знаю андрей их игру как грибов сейчас наросло надо читать надо читать сайт проекта на предмет того какую собственно задачу они решают какую задачу вот этот чувак решал который делал fossil мы уже видели да он хотел сделать систему контроля версии одновременно с веб-сайтом а баг-трекером чатом и всем остальным в одном флаконе запускаешь одну программу тебя все сразу работает включая веб-сайт да ну окей отличная задача цикл работы с системы контроля версий как это сказать децентризованный он стать из четырех частей вот вас есть хранилище вы оттуда скачиваете что-то за недостатком времени я бы сейчас какой-нибудь cvs разве не цвс обвершен бы развернул показал бы но реально у нас времени нет так что вы выслите за руками вот вас есть централизованных хранилища эти хранится общий код вы его синхронизируете с вашей рабочей копией нового локальной машине дальше на это локальной машине чет хокаете отлаживайтесь получаете новый вариант кода некоторые файлы остались те же некоторые файлы вы поменяли и это ваш как бы лепта дальше вы оформляете это как комит то есть описываете какие изменения сделали смотрите чтобы все было сообразно полюсе принято в том месте где у вас лежит общий репозиторий и дальше этот комит публика публикуете обратно в общий репозиторий вот тем самым внося лепту как в общую работу тут люди уже говорят что еще не только vcs но есть всякие инструменты управлением ну да 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 виктор конечно редмайн и vcs в этот момент инструмент управлением внутри него есть интерфейсы к допустим гиту или каком-нибудь там не знаю простю господи меркуриеву вот идея стоит в том что у системы контроля версии довольно ограниченные задачи задачи технически мы уже перечислили да вот они это хранение версионирование и история изменений задачи социальные это некоторые взаимодействия посредством кода но мы где-то к середине семества увидим что одного гитара для этого недостаточно нужны верхний уровень инструменты и редмайн это такой инструмент гитхаб это такой инструмент вот да так вот значит синхронизация редактирование отладка оформление коммита публикация четыре шага в чем недостаток этой схемы разумеется недостаток в интерференции тех изменений которые все участники процесса делают не дай бог два участника процесса работают над одним и тем же проект над одним и тем же файлом в одном и том же проекте то есть ситуация когда два человека хотят запушить одно и то же и первый успевает запушить опубликовать свои изменения а второй когда публикует свои изменения они начинают конфликтовать с теми которые были сделаны первым приводит к тому что вырабатывается у людей некоторые дисциплина противоречия собственной идеологии программирования вместо того чтобы аккуратно описывать какие изменения сделаны и каждое изменение отдельно хранить люди при работе с системой централизованной контроль версии контроль версии обычно делают так они весь день работают потом проверяют нет ли какой-то интерференции с уже опубликованными частями код если она есть фиксит интерференцию себя и только после этого заново публикует и это так происходит примерно раз в день большой пачка изменений вот есть и другие более удобные дисциплины работы но в любом случае в при использовании централизованного доступа когда все комитет в одно и то же место и от проблемы не решается а слоу совсем вот еще одна проблема состоит в том что у вас каждый раз приходится проверять а вот пока вы тут работаете не поменялись ли те опубликованные исходники там на сервере и для этого приходится выдумывать тоже какую-то специальную полис чтобы значит эти исходники гарантированно там не поменялись в течение не знаю там рабочего дня в общем когда у вас команда небольшая все люди сидят в одной и той же комнате включая чиф программер который собственно за все отвечает это хорошая идея как только у вас люди сидят в разных уголках земного шара они могут спать в то время когда вот их время комитить или есть вот или не хотеть работать потому что свободное сообщество хочу работать поэтому достаточно быстро люди пришли к распределенной системы контроль версии из которых можно назвать предшественник гита под названием биткипер такой классический юник со вы хардкорный был штук в котором хранилось ядро линукс пока не вышла смешная история он был платный не свободный совсем к нему был не свободный но бесплатный клиент которому разрешалось пользоваться разработчикам линукса потому что автор благоволил разработчикам линукса ему вообще нравились всякие юникс юниксообразные поделки но когда один из чувак из комьюнити 3 это не 3 жил взял и расхакал протокол клиент серверный между клиентом и сервером и написал свой собственный клиент на этот раз совсем уже свободный на первое что ли вот киса обиделась автор сказал что вы все козлы вы раскакали бы протокол я больше вам не дам за бесплатно этого самого моего волшебного биткипера вот линус адски перепугался начал всех чморить там 3 в результате с ним просто поругался вот вот линус понятное дело испугалась может это происходило где-то в нулевых годах когда-то у нас гид появился и и линукс уже был брендом или по крайней мере очень сильно выдался вперед и ситуация что завтра у нас не будет системы в которой хранится все ядро конечно оказалось прям панической вот надел глупостей потом движимый угрызениями совести как полагается настоящему хорошему комьюнити менеджеру и хорошему лидеру и хорошему программисту что делать хорошие программисты а движимый угрызениями совести вот он не вешается а пишет свой собственный вариант распределенной системы контрольной версии как ты сделал линус назвал ее заумеется гид потому что по ощущал себя формы мерзавцем после этой истории вот и и вот помимо гита можно вспомнить базар который пользуется сообщество ubuntu вот активно mercury у который одно время рос у нас сейчас потихонечку куда-то девается хотя все еще на нем я видел вполне изрядное количество живых проектов ну видимо популярность гитхабы все забил да и там не знаю какой нибудь darks которым я своими пользовался довольно забавный инструмент тоже распределенной системы контроля версий вот хотя не знаю насколько распределенная кажется да но дело не в этом дело в что идея даркса он написан на хаскеле вот и идея даркса была в том или это тыла написан на хаскеле дайте посмотрим не интересно да на хаскеле ветер его с помощью кабала можно поставить вот и это такая математическая абстракция которая оперирует исчислением патчей вот она их жует эти патчи друг на друга накладывает умеет их вычитать складывать и вот всякие такие штуки для вот я бросил пользоваться дарксом вот по какой причине я в нем хранил свои конфиги от шелла и вима и всего остального и которые там как не каждый день но довольно часто менялись когда вот история этих патчей мытью арифметику которых значит алгебру которых реализует даркс стала насчитывать их несколько тысяч банальное обновление репозитория могу идти там ну минут 20 наверное он сидел и жевал свои эти патчи вот я думаю что с тех пор все конечно изменилось но ну вот вот есть еще другие системы контроль версии распределенных которых я не указал но вот эти самые популярные вот меркуриевый базар прям вот живые и ныне здравствующие но изучать мы их не будем будем изучать гид тем более что с некоторой верхней точки зрения обе системы примерно одинаково устроены то есть у него не обе а все все распределенные системы контроль версии устроены примерно одинаково разница только в терминологии некоторой и в базовом так сказать workflow давайте что ли начнем с конца потому что тут народ уже изнылся просто в чатике и беседа приобрела такой в общем характерных оттенок беседуем про все вообще давайте мы немножко поговорим про цикл работы с двц прямо на примерах вот а заодно введем некоторые понятия который мы будем пользоваться дальше кстати сказать я долго думал переводители на русский язык всякие штуки типа push pull rebase и прочее прочее и принял решение их не переводить считайте что мы с вами разговариваем на программистском арго в котором полным-полно аглицизмов вот проблема стоит в том что если переводить эти термины то они становятся неоднозначные для придания их однозначности им надо придавать еще всякие конкретизирующие прилагательные но типа ручной кнопочный лазерный манипулятор манипулятор типа мышь ну вот вот не хочется этим заниматься поэтому страдайте слушая в моей речи пуши пулы и прочие коммиты вот слов комит все они я не могу перевести на русский язык слова комит даже комит месяц я не могу перевести на русский язык так что и комит месяц будет тоже по-английски заранее прошу проще так значит цикл работы с гитом а предположим у нас нету важной части инфраструктуры разработки вот человек спрашивает есть ли печатная книга который который стоит иметь под рукой чтобы иметь представление о гит мне кажется что печатной книги нету но она и не нужна потому что есть прошу прощения непечатная книга она называется прогид вот она вот это то что нужно иметь если хотите можете купить ее вот в таком печатном виде кстати вот она кстати есть переведенная то есть я была она есть в pdf и в епабе и в мобе то есть и даже покупать не надо берете скачивать и читаете вот так что да спасибо за вопрос маркизио есть такая книга вот она ссылка нее прям вот 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 где она тут вот вот так что вперед из песни да значит предположим на момент на секундочку что у нас нет такой важной составляющей инфраструктуры агитовой разработки как публичного репозитория вот а есть только репозиторий лакай в случае локального репозитория как вообще выглядит выглядит цикл работы в общем довольно просто давайте мы создадим каталог запомним допустим вот так вот нас есть пустой каталог в этом пустом каталоге у нас будет одновременно это всегда так в гитте это вообще всегда так есть в этом пустом в пустом каталоге у нас будет одновременно присутствовать и все хранилище целиком и рабочая копия сейчас я расскажу что это такое сначала мы инициализируем хранилище, скажем, гид и нит. Добрый гид там говорит, слушайте, вот у вас тут был каталог, теперь в нем есть еще хранилище, собственно, репозиторий, вот он. И там целая инфраструктура, как видите, да, со своими подкаталогами, с какими-то файлами, в общем, со всякими пирожками. Вот. Конфигурация по умолчанию. В общем, создали репозиторий. Вот все эти сэмпл, это на самом деле всякие инструменты, кстати сказать, кажется, на шеле, которые, по умолчанию, которые позволяют более-менее автоматизировать работу с гидом, возможно, мы до них даже не доберемся в нашем курсе, ибо нельзя объять необъятное. Вот. Пока что нас интересует только конфиг, в котором тоже ничего особенного такого не написано. Вот. И каталог обжес, в котором ничего нет. Там есть файл инфо и файл пак, но они ничего, ничего в себе не содержат. То есть сейчас на нашем каталоге нету ничего, в нашем репозитории нету ничего, сейчас мы будем что-нибудь делать. Смотрите. Допустим, мы создаем файл. Ну, как проще создать файл. Ну, допустим, делаем так. Так вот. Ой. Вот. Вот у нас в нашем каталоге, в нашей рабочей копии появился новый файл. И это никак не отражается на содержимом репозиторий. В репозитории как не было, так и нет ничего. И вообще мы сейчас с репозиторием не работаем совсем. Но поскольку файл появился в том каталоге, который соответствует нашей рабочей копии, то есть тому набору файлов, которым происходит работа, команда git status скажет нам следующее, что у нас вообще ни одного коммита еще нету, но есть файл, которого нету в репозитории, а в рабочей копии он есть. Он называется untracked. И по умолчанию он считается мусором. Ну, то есть, ну, файл и файл. Вам-то чё? Вот. Если мы хотим поместить этот файл в репозиторий, мы должны проделать три вещи. Вот. А в случае централизованного системы контроля версии этих вещей было бы две, добавить и опубликовать. В случае распределенной системы контроля версии, этих вещей должно быть три. Вещь первая. Мы должны оформить коммит. То есть, описать, что мы сделали и перечислить те файлы, которые мы собираемся добавить к этому коммиту. Во-первых, мы должны добавить файл к коммиту. Будущему. Вот так. Обратите внимание, как меняется git статус. Git статус говорит так. Знаете что? У вас тут есть файл, календарь. Он новый, но вы его включили в список, который будет закоммичен. Так что, вот. Допустим, он единственный. И теперь мы должны искать git коммит. Вот. То есть, совершить, описать проделанные нами изменения. Сделать коммит. Git коммит запустит текстовый редактор. По умолчанию это будет вим. Если вам тяжело пользоваться вимом, я расскажу, как его переопределить. Вот. В котором попросит вас описать коммит месседж. Коммит месседж это сообщение, которое описывает проделанные вами изменения. Дисциплина оформления коммит месседжа следующая. Вы пишете, какую задачу вы решали и возможность слегка конкретизируете. Значит, в данном случае что-то конкретизировать, я просто пишу. Вот. Наверное, чуть позже я приведу пример многострочного коммит месседжа. Пока скажу так. Никакой строгой дисциплины оформления коммит месседжей содержательно нет. Вы писать туда можете, что хотите. Но принято, что если у вас сообщение очень короткое, то оно состоит из одной строки. А если длинное, то первая строчка это summary, вторая строчка пустая, а третья и оставшиеся строчки это длинное описание. давайте так и сделаем. Вот это вот было бы короткое описание, а сейчас сделаем длинное. Вот. Смотрите, что нам говорит git status. Нам git status говорит, что все, у нас полностью вся работа проделана и можно идти дальше. Давайте еще раз это проделаем. Давайте мы, во-первых, модифицируем наш файл, допишем сюда что-нибудь типа и заведем еще файл на три. да, пожалуйста, можно же и так сделать. Давайте посмотрим на git status. Git status говорит, вы сделали два изменения. Первое изменение, вы изменили уже имеющийся файл, это очевидно, что вы прямо вот ой, нет, стойте, я забыл, простите. двигаемся назад. Вот. И этот тоже убираем. Вот. Значит, что я сделал? Я во-первых, ну, кстати, мне git reset не нужен был, зря я так сказал. Во-первых, откатил все изменения до последнего коммита и во-вторых, поудалял все лишние файлы. Вот у нас есть один файл. Я забыл сказать еще две вещи, которые обещал рассказать сам себе. вот сейчас расскажу их вам. Значит, во-первых, у нас есть только один коммит. Да, вот тут Вениамин сразу говорит, подсказывает, как проэкспортировать переменную, чтобы редактор был не... Вениамин подсказывает, как заменить в линуксе редактор на другой. А можно же сделать вот так, вот git конфиг. Сейчас, давайте по очереди. Я помню, что я про это обещал рассказать. Давайте с ним перепрыгивать. Значит, итак, у нас есть репозиторий из одного коммита. Давайте посмотрим git log. Вот он, этот коммит. Обратите внимание, что у коммита есть идентификатор уникальный, коммитид. У него есть автор, который берется из настроек локальных. И у него есть время, при котором этот коммит происходил. Также у него есть положение в истории, но пока у нас история состоит из одного коммита, это история, в общем, из ничего. Вот. И вот это коммит-месседж. У нас появился один файл. Давайте посмотрим, как изменился наш репозиторий. Напоминаю, что репозиторий лежит здесь же в подкаталоге .git для удобства. Давайте посмотрим, что у нас там появилось. изменился id не просто похож на sh-хешек, id является хешком, но вот sh-х или md5 я не помню. Значит, у нас появился в подкаталоге что это такое вообще. Давайте еще раз посмотрим на git log. Видите, вот это 6.6. даже не так вот сделаем, да? Сейчас. гид, минус пейджер, но подженейт, наверное, так. нет. Я забыл, как выключить подженейт. нет. No. Тоже нет. минус в у нас но пейджер короче а короче вот так это чтобы 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 вот так не было смотрите когда я говорю просто git log нам показывают его с помощью программы лесную любой другой программу поджинатора который есть вашей операционной системе чтобы длинный лог можно было посматривать постранично а если мы не хотим это говорим git минус p и так вот это 66 запомнили теперь давайте посмотрим вот сюда 66 f7 92 82 66 97 f7 92 82 как видите как видите вот этот коми тайди совпадает с именем каталога плюс именем файлов каталоге очевидно что вот здесь вот должен лежать какой-то кусочек нашей истории давайте посмотрим что это такое ну вот это какой-то файл сжатый злибом то есть если мы сейчас в него заглянем то мы увидим какие-то циферки потому что они закомпрежнены кстати сказать и вот это операции вот эта операция может быть сделана на питоне если вы пользуетесь не линуксом и и у вас нет этих утилит но мне кажется что при установке это все это к вам приедет вот но в принципе есть модуль п файл для питона и секс чего-то там для смысле для который умеет вот так делать и все что так то умеет вот так нет уже времени я показал значит смотрите что нам говорит утилита файл утилита файл говорит что это слив файл с сжатый злибом утилита хекс дам показывает что в нем лежит какой-то не читаемое что-то но это нас не должно останавливать потому что мы должны это декомпрессировать злибом и вот тут у нас есть маленький хак можно на питоне это сделать там 3 так что у нас там импорт сис сис чё там импорт злиб злиб точка декомпресс кстати давайте посмотрим какие у него параметры дата значит тогда злиб декомпресс сис . std нет не сис а чё там у нас как нас файл танцевого длинный какой не не так давайте не так сделаем давайте не так сделаем python 3 минус c и да все это проделаем руками импорт сис злиб злиб точка декомпресс сис стд им . вот так примерно это все должно происходить стд и стд . гид что там object 66 кт candy кодбайт а ну да надо прочесть отсюда не у господи не у тф-8 это же двоичный понятно . буфер . чё там пустой этот файл почему-то пустой какой файл не пустой а я забыл принт сказать я тормоз 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 print 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 о смотрите капитан очевидность говорит нам следующее что вот мы потратили некоторое количество да спасибо венамин мы потратили некоторое количество времени чтобы узнать что в объекте под названием 66 и в семь 92 82 лежит commit message вернее лежит commit с идентификатором 66 и в семь девять два 82 такая вот удивительная окей ради чего это я затеял я это затеял ради того что на самом деле один commit он привел к тому что что у нас появилось три разных объекта не один а три один из этих объектов это наш файл календарь второй из этих объектов как мы видели это commit message а вот что такое третий из этих объектов мы пока не знаем давайте проверим значит давайте каждый из этих объектов посмотрим и тот который лежит в 1b это наш календарь ну он в доичном он в по-байтовом виде это русские буквы кто не узнал если вы очень хотите мы можем мы можем даже написать вот так . decode а нет не умеют дико ну короче вот этот наш это наш календарь вот так называемый объект типа блоб собственно это его описатель блоб такой-то дальше 0 а дальше собственно вот с этого места начинается наш календарь в хранилище лежит вот и третий объект который был создан на один комит вот этот это дерево ты да точно опять же вот его описатель дерево дальше идут какие-то какие-то ну почему-то 40 дальше идет 0 и дальше идет собственно описание что произошло а произошло произошел файл под названием календарь текст с вот такими правами вот я точку не дополнительные поля которые нас в общем не интересует потому что мы не хотим так глубоко в кишки гита забираться что из этого эксперимента мы обнаружили вы за то эксперимент мы обнаружили на самом деле три важных вещи вещь первая каждый комит сопровождается обновлением трех сущностей списков блобов то бишь объект в который мы запихали в наш гид вот они само комита потому что мы написали комит месседж и комит это ключевой пункт это то те узлы между которыми строится наш наш граф разработки и так называемая ветка 3 бранч ну бранч ветка 3 это дерево так называемое дерево да дерево которое описывает список всех файлов участвующих в нашем проекте давайте поэкспериментировать с этим еще значит добавим как мы это уже делали новый файл и отредактируем старый файл давайте не будем сегодня делать ребейс хотя конечно хорошая идея ну да ладно так что мы имеем что показывает гид статус гид статус показывает что мы модифицировали старый файл и еще у нас есть новый файл он антрект то есть вообще говоря можно его вполне игнорировать но наверное мы хотим его добавить для того чтобы сделать комит из двух файлов а мы сейчас сделаем комит из двух файлов нужно добавить в будущий комит оба сказать гид один файл и другой файл умы зачем понял что другой файл ну ладно в принципе можно делать так а можно делать и вот так имейте только в виду что по вот этой команде это . текущий каталог будут добавлены вообще все файлы которые есть в текущем каталоге разумеется за исключением содержимого репозитория вот пока вы когда вы хорошо контролируете все все то что весь этот трэш весь этот мусор который вы положили в гидкой репозитории то значит вы можете так делать если вы не очень хорошо это контролирует что лучше делать вот так обратите внимание что команда от не создает комита не изменяет репозитория не меняет рабочую копию то есть содержимое каталога она только подготавливает комит который вы будете делать смотрите вместо change not stage and track files после гид 1 у нас есть change stage to be комитет то есть те изменения которые мы будем закладывать в репозитории эти изменения касаются двух файлов можно даже посмотреть идиф только не так а вот минус минус кэшит значит гидив показывает отличие рабочей копии от будущего репозитория но поскольку мы уже сказали гид от то надо добавлять целом минус минус кэшит да потому что иначе он скажет что нет вы уже все добавили вашей рабочей копии ничего нового нет вот вот значит как изменится файл календарь видите плюс у него добавится одна строчка а вот как изменится файл календарь 3 не было ничего станет вот появятся вот эти строчки красивые красные пробельчики это гид взял на себя смелость поконтролировать немножко синтаксическую правильность оформления нашего исходного кода и сказать что знаете трейлинг спейс то есть пробелы в конце строки это плохо поэтому я их красным тут покрашу то что команда календарь делает трейлинг спейс его не волнует ну и ладно это у нас значит наш гиста гид статус ну что давайте оформлять комит гид комит давайте мы вернемся к предложению предложению вениамина использовать какой-нибудь другой редактор вместо редактора вим который тут по умолчанию если мне не изменяет память конфиг давайте посмотрим как он там называется то или давайте посмотрим его в в лучшее в давайте посмотрим спросим у гугла далеко ходить оказалось не нужно можно было поискать прямо здесь вот давайте поищем слову ездит а ездит а ездит ор кори ездит орго гид конфиг кори ездит а а вот тут нас подостерегает одна неприятная особенность на которую мы в прошлом году натолкнулись когда на практике это проходили ваш редактор должен запускаться в интерактивном режиме то есть он должен запуститься остановить работу пока он не закончится ничего ничего не должно продолжать то есть если мы сейчас напишем вместо кори едитора допустим какой-нибудь грим ну-ка грим ведь что делает грим он стартует и и немедленно продолжает рабо статует в фоне не не в интерактивном режиме а фоновом вот так делать нельзя гиду от этого снесет крышу вам нужно обязательно давайте поищем погуглим это дело грим грим вам нужно обязательно сказать что господи цепрограмм файл вот вам нужно обязательно этот грим запускать под винду ужас вам нужно обязательно запускать ключом минус вот так видите он запустился и ждет пока пока это самое закончится и вот только после этого то есть если вы хотите поменять вим на гвин не забудьте включить ключик минус f но мы хотим его поменять ну не знаю на mc-editor да mc-edit git-config core . там равно или просто по-моему так вот usr bin mc-edit интересно сейчас что там как как все по минус или что-то там такое что там такое у нас исправилось ну-ка давайте попробуем гид комит тушь в качестве редактора запустился другой редактор что собственно мы и хотели так значит приз enter coming message было было бла 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 вот вот здесь мы сделаем наш коми мессис длинным во первых мы напишем там море калин а мы надо дартиксис а во вторых мы напишем что собственно мы сделали мы добавили и мы добавили тут можно что угодно писать вот синтаксическое правило оформления длинных комит месседжей определяются исключительно комьюнити никаких требований кроме того что первая строка summary 2 строка пустая остальные строчки это длинное сообщение никаких других требований нет вот иногда комьюнити полис требует чтобы вы писали с какими конкретно файлами вы проделали эти изменения иногда не требуют вся вот эта часть видите она начинается с решеточек это комментарии и как написано вот здесь комментарии не будут включены да вот маркизио совершенно правильно вычислил то что я хотел сказать в течение уже почти получаса и видимо все-таки сказал хак от комит хак от комит хак от комит обратите внимание что в этом в этой последовательности ни разу еще нам не встретилась публикация короче а ты редактировали комит месседж смотрим клок смотрите какой он красивый наш гитлог у нас теперь есть два комита причем этот комит до него предыдущим является вот этот комит у этого комит короткий комит месседжер это длинный комит месседж вот у обоих одинаковый автор ну короче вот прям вот история комитов перед нами вся как она есть вот значит как правильно замесил маркизио при работе с локальным репозиторием который не приводит к публикации никуда у нас три всего составляющие да значит хак от комит мы могли от делать раздельный мы могли от делать даже по чанкный то есть не знаю будет у нас такое занятие но это довольно забавная штука если мы наделали много изменений мы можем разбить изменение одного и того же файла на несколько комитов сказав гиту ты мне пожалуйста предлагай по одному из изменений а я буду говорить его надо включать в данный комит или не надо довольно удобная штука но сейчас мы этого делать не в общем кажется мне что можно дальше не продолжать третий комит будет такой же давайте посмотрим что у нас в плане у нас есть еще 10 минут на все в плане явно что-то еще было а уж пулку бы публикация все что мы с вами говорили было связано с работой над локальным комитом вот фу господи локальным репозиторием работа над локальным репозиторием развязывает мам руки настолько что мы можем взять и переписать историю и превратить вот ту часть нашей работы которую мы в локальном репозитории делаем превратить в совершенно другую работу если нам не понравилось то что мы проделали смотрите это такой бонус в принципе я не собирался это рассказывать хотя тут у меня есть изменение задним числом но видимо надо надо про это рассказать предположим мне не нравится слово new я хочу поменять в что-нибудь в истории разработки или мне не нравится или я обнаружил багу в последнем коммите оказался плохой негодный коммит него надо переделать я могу сделать что я могу взять отредактировать заново отредактировать заново вот видите у меня новые изменения вот но фишка в том что я не хочу делать отдельным коммитом это новое изменение я хочу сделать так чтобы это изменение приехало в тот же самый коммит что для этого можно сделать мне хотелось бы взять и переделать последний коммит потому что он оказался неправильным до тех пор пока я не совершил публикации осталось 5 минут но и все-таки я хочу о публикации тоже рассказать но это будет довольно быстро так до тех пор пока не совершил публикации это делать можно никто не увидит можно сделать красивый коммит месседж можно исправить синтактические ошибки в коммит месседж Temple Можно поправить багу, который вы внезапно обнаружили в конце. Вы все это делаете. Обнаружите ситуацию, когда у вас есть дополнительные изменения. Делайте так. git commit минус amend. Сначала git add. А потом git commit минус amend. Минус amend. Это опасная штука. Сразу говорю. Она переписывает историю. Вот смотрите. Я же сказал минус p, git минус p log. Минус p вот так вот. Видите, commit 66 чего-то там, commit 92 чего-то там. После минус минус amend вот этот commit, вот этот, поменяется, у него поменяется commit id. Да? О, был вот такой. Стал вот такой. Вы переписали историю. Если патчи чаяния, вы меняете историю, которая уже опубликована, и на базе этого commit еще какая-то разработка идет, у вас начинается страшная рванина. Вот. До тех пор, пока вы работаете над изменениями, которые не опубликованы, бога ради делайте это. У нас осталось ноль минут на разговор про удаленные репозитории. И это хорошо. Это означает, что про удаленные репозитории мы будем говорить в следующий раз. А оставшиеся ноль минут я расскажу, что делать с домашними заданиями. Значит, для записи на спецкурс нужно зайти, нужно создать какой-нибудь репозиторий где-нибудь на каком-нибудь из хостингов. Хостингов сейчас очень много. Главный из них гитхаб, но некоторые люди не любят гитхаб. Есть также гитлаб, но некоторые люди не любят гитлаб. Есть факультетский хостинг. У всех студентов факультета есть логин на факультетском гитлабе. Его даже получать не надо. По-моему, он автоматом заводится по вашему студенческому. Но, в принципе, годится абсолютно любой хостинг, у которого главное, что должно быть, это возможность публикации, то есть возможность сделать гитклон из этого репозитория публичным. Кстати сказать, когда будете заводить на факультетском гитлабе свой репозиторий, если вдруг у вас его еще нет, то не забудьте сделать его публичным, потому что по умолчанию он может быть какой-то корпоративный, внутренний, групповой и так дальше. Вот этого нам ничего не надо. На своем внешнем IP можно любой гитрепозиторий, допускающий публикацию, чтобы я мог сделать гитклон, подходит. Вот. Значит, и регистрируете его в качестве issue вот на эту вот... О, тут уже кто-то зарегистрировался. Смотрите. Пока я тут сидел, тут уже два человека зарегистрировались. Это было почти вчера, а это было прямо перед лекцией. Вот. Значит, такие вот дела. Регистрация в этом месте это и есть запись на спецкурс. На почту, которую мне пишут, я хочу записаться на спецкурс, я отвечаю раз в неделю и отвечаю так, перейдите на сайт и там запишитесь. Вот. запись на предыдущий курс, который был вчера, на архитектуру, это регистрация в Еджанже, она работает. Виктор, ссылочку куда? Это, извините, это наша лекция. Я думаю, что вы посетите страницу лекций. Тут есть ссылочка. Вот она. Или на что ссылочку? Ну, то есть, было бы странно, значит, пользоваться для, как это сказать, для повышения, так сказать, своего образовательного уровня, только видео и не ходить на сайт лекций. Вот сходите туда. Вот. Хорошо. Собственно, все. Да, мы очень аккуратно поговорили про... Да, ну вот она, вот она. Она ведет ститульную страницу нашей лекции на Inix.org. Вот и я, и я про то. Значит, да, меня уже начали благодарить. Спасибо. Такой тонкий намек, что у людей есть еще дальше пары. Значит, если таких больше вопросов нету, то в следующий раз мы уже будем работать, работать, работать и не только бла-бла. Вот. У нас в следующий раз по плану, соответственно, работать с историей Python и еще с удаленным репозиторием. Кстати, с удаленным репозиторием довольно не скоро, но это я не прав. Надо перейдеть. Вот. Все. Значит, завтра у нас первая лекция по курсу сетевые протоколы в Linux. Вот. И после чего мы с вами прощаемся до следующей недели. Вот. Всем спасибо. До свидания. Спасибо за добрые слова. И до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.